У предпринимательницы сумма долга превышает полтора миллиона рублей. Женщина взяла кредит, вложила в дело, но прогорела. Вложенные деньги не привезли ожидаемого результата. Прийти в налоговую службу, объясниться, сняться с налогового учета не сочла нужным. В результате налог за два года значительно вырос. Это именно физические лица. На сегодняшний день мы проверяем физических лиц по их месту жительства, месту фактического нахождения с целью установления их имущественного положения. В последующем составление акта описи, наложение ареста на их имущество и реализация этого имущества в счет погашения задолженности. В основном под описи идет бытовая техника. Но судебный пристав дает время либо погасить долги, либо прощаться со своим имуществом. Если недостаточно средств, изымается транспорт, земельный участок или квартира, если она не является единственным жильем. Выезд за границу для такой категории крупных должников запрещен. Я хотел бы обратиться к нашим налогоплательщикам имущественных налогов, земля, имущество, транспорт. В случае, если вы не получали квитанции из налоговой инспекции, вам необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту вашего жительства. Вам подскажут, распечатывают квитанции и в самое короткое время нужно будет произвести оплату. Бюджет города составляется из поступающих в казну налогов. Эти средства идут на ремонт дорог, детских садов, школ, поликлиник, на решение ряда социальных вопросов. Чтобы не дожидаться, когда в дверь постучит судебный пристав, необходимо ежегодно оплачивать квитанцию. С начала года в городскую казну уже поступило 14 миллионов рублей, которые были взысканы службой судебных приставов с должников. Совместные рейды по неплательщикам на сегодняшний день усилены. Елена Овсецына, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.